всем добрый день сегодня мы поговорим о пользе и вреде овсяной каши по утрам овсяная каша на воде или молоке каша из цельного овса овсяных хлопьев геркулес или быстрого приготовления вариантов много сегодня мы поговорим о пользе и вреде овсяной каши по утрам конечно овсянку можно есть в любое время суток но многие ассоциируют это блюдо именно завтраком хотя раньше мы все считали что овсяная каша особенно по утрам приносит только пользу последнее время мнение людей далеко не едино одни пытаются доказать что полезная овсяная каша лучшее средство от всех болезней другие наоборот что каша из овса совсем не полезна и даже может причинить вред организму так кто же прав попробуем вместе разобраться в этом нелегком вопросе история овсяной каши раньше овсяная каша была распространена в шотландии англии россии украине и белоруссии но в последние десятилетия каша из овса набирают все больше популярности и в других странах из истории овсяной каши известно следующее первое появление овса наблюдалось еще в бронзовом веке на территории швейцарии франции и дании изначально овсянку считали сорняком и кормили ею только скот в тринадцатом веке шотландцы стали добавлять зерна овса в супы чтобы блюдо стало более сытное и уже в шестнадцатом веке дополнение похлебки полностью преобразовалась в полноценную кашу из овса вот такая простая история овсяной каши а еще с овсяной кашей связано довольно много суеверий например одной суеверий гласило что при приготовлении овсяной каши помешивать ее нужно только правой рукой и строго по часовой стрелке для того чтобы не привлечь к себе дьявола также раньше овсяную кашу варили только на воде на молоке овсяная каша получаются вкуснее но в силу различных причин многие предпочитают не добавлять в кашу молоко теперь поговорим о пользе овсянки так в народе принято называть овсяную кашу говоря о пользе овсяной каши нельзя не упомянуть ее ценный состав овсяные хлопья которые получают из овса содержат в себе ряд таких полезных витаминов как а е к п b1 b2 b3 b4 b5 b6 и b9 также состав овсяной каши входят такие минералы как калий кальций фосфор магний сера хлор кремний марганец цинк натрий железо медь йод никель состав овсяной каши богат и другими не менее полезными и необходимыми для человека веществами и так какую приносит пользу овсяная каша по утрам или еще лучше днем с 11 до 14 часов как рекомендует мудрая восточная медицина аюрведа какие полезные свойства овсяной каши заслуживают особого внимания во все содержится большое количество правильных углеводов которые не осядут на боках и бедрах как это делают булочки торты и другие сладости поэтому даже от небольшой порции овсяной каши можно надолго сохранить чувство сытости и не прибавить в весе а это существенный плюс в пользу овсянки кроме того сваренная на воде овсяная каша по утрам польза для желудка так как овсянка выделяет слизь обволакивающую воспаленную оболочку желудка и кишечника полезно есть овсяную кашу людям страдающим такими заболеваниями как язва желудка и двенадцатиперстной кишки гастрит полезными свойствами овсяной каши является способность препятствовать образованию тромбов очищать сосуды выводить вредный холестерин из организма существенная польза овсянки еще и в том что она снижает уровень сахара в крови нормализует сердечный ритм снижает риск инфаркта и вообще положительно влияет на сердечно-сосудистую систему полезные свойства овсяной каши проявляются и в отношении желудочно-кишечного тракта человека овсянка влияет на работу печени и желчного пузыря восстанавливает поврежденные функции щитовидной железы устраняет несварение запоры и колиты улучшает обмен веществ овсяная каша хорошо выводит токсины и соли тяжелых металлов очищает организм поэтому жителям регионов с неблагоприятной экологии овсянка приносит особую пользу овсяная каша по утрам богатый калием завтрак поэтому для людей с вегетососудистой дистонии овсянка является отличным решением удивительно но каша из овса помогает в борьбе с депрессией и апатии поднимает настроение улучшают работу головного мозга развивает мышление улучшает память повышает внимание помогает сосредоточиться это еще один из многочисленных плюсов в пользу овсянки небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните а не забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем зачастую овсянку применяют в косметических целях полезные свойства овсяной каши позволят не только хорошо разгладить морщины но и очистить и омолодить кожу она оказывает положительное влияние на состояние ногтей волос кожи и зубов за счет высокого содержания в составе овсяной каши полезных витаминов и микроэлементов полезные свойства овсяной каши используются и в спортивном питании потому что овсянка помогает нарастить мышцы и контролировать вес польза овсяной каши на воде давайте сравним пользу овсяной каши на воде и овсянки сваренной на молоке как и любая другая каша овсяная каша на воде отличное решение для людей с непереностимостью лактозы кроме того отсутствие молока в составе овсяной каши сказывается на калорийности сколько калорий в овсяной каше на воде калорийность овсянки на воде всего лишь 88 килокалорий на 100 грамм продукта что очень мало значит польза овсяной каши на воде более существенная для людей желающих контролировать вес существует мнение что при варке на воде в злаках остается намного больше витаминов и полезных веществ нежели при варке на молоке при варке каши на воде выделяется полезно для желудка обволакивающая слизь в результате польза овсяной каши по утрам на лицо а какова польза и вред овсяной каши на молоке овсяная каша как и любая сваренная каша на молоке обладает прекрасным сливочным привкусом польза овсяной каши на молоке в том что очень важный для организма витамин а входящий в ее состав хорошо усваивается с молочными жирами от овсяной каши на молоке можно получить двойную порцию белка кальция и других полезных веществ которые содержатся в овсе и молоке сколько же калорий в овсяной каше на молоке конечно же больше чем в овсянке на воде калорийность овсянки на молоке 102 килокалория на 100 грамм продукта людям которые боятся лишних калорий во избежание вреда от калорийности овсяной каши можно заменить на обычное молоко обезжиренное или разбавить молоко водой еще о вреде овсяной каши на молоке повторимся если организм человека плохо переносит лактозу овсянки на молоке употреблять не рекомендуется теперь немного поговорим о видах овсяных хлопьев из которых готовят овсянку какая каша из овса полезнее всего безусловно самой вкусной и полезной овсянкой является каша из цельного зерна цельный овес не обрабатывается и сохраняет все полезные вещества и витамины поэтому каша из цельного овса лучше и такая овсяная каша принесет большую пользу организму правда в последнее время крупу из цельного овса редко можно встретить в магазине люди не оценивают по достоинству цельный овес и предпочитают ему овсяной каши быстрого приготовления оно и понятно ведь каша из цельного овса варится около часа и у любителей овсяной каши по утрам просто не хватает времени на ее приготовление но на самом деле есть секрет варки овса о котором многие люди не знают как быстро сварить кашу из цельного овса для этого можно с вечера залить овес кипятком и накрыв крышкой оставить набухать зерно на ночь утром если вся вода впиталась добавить еще немного воды или молока и проварить овес еще 10 минут до полной готовности такой вот незамысловатый совет позволит сократить время варки быстро сварить кашу из цельного овса и как результат вы можете наслаждаться вкусом и пользой овсяной каши по утрам овсяные хлопья которые мы чаще всего видим в магазинных полках геркулес и хлопья быстрого приготовления овсяную кашу быстрого приготовления достаточно запарить на минуту и она будет готова но есть минус что для этого более быстрого приготовления овес подвергается долгой химической обработки зерна шлифуются тропятся и самое главное очищаются от оболочки в которой и содержатся все полезные вещества а если учесть всевозможные добавки и усилители вкуса то возможно впору задуматься о вреде овсяной каши быстрого приготовления смотрите на упаковке время приготовления каши чем дольше варится крупа тем больше полезных веществ в ней сохранено и тем меньше овес подвергся химической обработке а еще всем известные овсяные хлопья геркулес для каши есть такие по полезности они конечно уступают цельному овсу геркулес также подвергается химической обработки но в меньшей степени поэтому геркулес несет больше пользы чем овсяная каша быстрого приготовления варить такую овсяную кашу нужно примерно 10-15 минут изредка помешивая не лишним будет отметить как хранить овсяные хлопья срок годности и хранения овсяных хлопьев от 4 до 6 месяцев хранить овсяные хлопья рекомендуется в стеклянной или пластмассовой банке с плотно закрывающейся крышкой для того чтобы хлопья не отсырели и в них не завелись мелкие жучки и микробы также при хранении овсяные хлопья нужно прятать от света а так как овсянка любит более низкие температуры 8-12 градусов в идеале лучше хранить овсяные хлопья на дверце в холодильнике теперь обсудим маленькие хитрости как правильно варить овсяную кашу лучше варить овсяную кашу в кастрюле со специальным покрытием и толстым дном а также периодически помешивать ее деревянной ложкой дабы избежать подгорания после варки овсянки дайте ей настояться еще 5-10 минут так овсяная каша станет еще мягче и вкуснее даже если вы не любитель соленых блюд добавьте небольшую щепотку соли в овсяную кашу это избавит ее от пресности и сделает вкус насыщенней овсянка универсальный продукт она сочетается практически со всем а чтобы усилить вкус и пользу овсяной каши по утрам положите в нее ваши любимые фрукты сухофрукты или ягоды добавьте немного меда или корицы тогда ваша каша станет еще более полезная и вкусная но не стоит добавлять в овсянку мясо бекон и прочие тяжелые продукты а теперь когда мы знаем о всех преимуществах и полезных свойствах овсяной каши настало время поговорить о том какой вред овсянка может принести несмотря на ощутимую пользу вред овсяная каша по утрам также может причинить не стоит употреблять ее каждый день в составе овсяной каши имеется фитиновая кислота долгое и неумеренное ее употребление может привести к нарушению всасывания кальция и витамина d а также к выведению кальция из организма что чревато возникновением остеопороза в наибольшей степени по этой причине не утихают споры по поводу пользы и вреда овсяной каши по утрам поэтому овсянку периодически можно заменять другой едой и стараться включать прочее не менее полезной каши в ваш рацион ну или как рекомендует аюрведа лучше есть все каши в дневное время середина дня тогда воздействие солнца поможет уменьшить негативные последствия от употребления овсяной каши и увеличить ее полезность впрочем это касается и других злаков которые также рекомендовано употреблять в дневное время вы конечно можете есть ее и утром как делают по привычке многие но днем такие сложные углеводы будут перевариваться намного легче ведь утром организм только просыпается и для начала лучше более легкая пища как и мудрые водители сначала прогревают машину в мороз а только потом включают двигатель на полную мощность и последнее в чем заключается вред овсяной каши во все так и как же в варже пшеницы ячмене содержится глютен людям с его непереносимостью целиакии есть овсяную кашу противопоказано целиакия это болезнь передающаяся по наследству но также нельзя кормить детей четырех шести месяцев овсяной или любой другой содержащий глютен кашей потому что уже на шестой восьмой месяц жизни ребенка есть большая вероятность возникновения этой болезни как мы видим в целом пользы от овсяной каши намного больше чем вреда главное нужно знать меру не стоит злоупотреблять этой кашей как и другими продуктами в любом случае кушать два-три раза в неделю овсянку пойдет только на пользу и вам и вашему организму мы постарались максимально раскрыть тему пользы и вреда овсяной каши по утрам богатый состав и полезные свойства овсяной каши особенно из цельного овса нельзя недооценивать какая каша подходит вам больше решать вам ешьте каши и будьте здоровы также на нашем портале вы можете узнать о пользе и вреде гречки о том как правильно варить гречневую кашу и рис о лучших рецептах приготовления кускуса на этом все желаем вам счастья здоровья и добрых дел но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучение общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознание добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотрите другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра